ну добрый день друзья с вами мэнбрид представлю хочу представить вам замечательного энтузиаста собственно представься сам я хочу представить режим пвп пве для компаний смертных вархаммере так а в чем вообще твоя идея заключается в принципе чем она отличается там не за простой игры или там чего-либо подобного основная идея в том чтобы добавить лор прохождение и сократить количество ходов для игры то есть нужно карту полностью красить там свой цвет по стандартным условиям креатива вот то есть для каждой фракции пишется свой сценарий в нем есть несколько этапов которые нужно выполнять за то количество ходов которые человек выполняет он получает очки и сумме все эти очки как бы складываются и в конце решается кто лучше сыграл играя сначала первый игрок за первую фракцию потом они меняются и первый игрок играет за вторую фракцию соответственно кто лучше отыграл сценарий тот как бы и победил в этой игре я тебя понял слушает достаточно такой большой объем работы в каком как вообще это лорность выражается в чем там допустим между какими-то на каждые две пары фракции получается так понимаю отдельно что-то прописывается для каждой фракции из этой пары отдельно там высчитываются какие-то параметры условия требования и так далее да там как бы достаточно как бы ну просто то есть вот например если мы берем бордела в пракцию соответственно ее там поход называется убить черного принца нагаша это хан черт полор в начале значит нужно покончить как бы с музей лионом это первая цель вот далее нужно объединить бретонию либо через военный союз и прибыть через конфедерацию и после этого нужно плыть дворцуха алифа мага и убить архана черного вот соответственно когда человек убивает музей лион захватывает например на ходу скажем 20 вот под каждый сценарий выделяется как бы базовое количество очков за которые он может быть против в данном случае это . и очки эти значит вычисляется так что мы 100 этих ходов отнимаем 20 ходов и получаем 80 очков за первый этап человек получает как бы 80 очков и далее он приступает следующей цели и так далее то есть вот например скажем вот у нас два условия сценарий значит первое условие выполнено на 50 ходу второе условие на 90 вот соответственно чек получает 50 и 10 очков вот а второй игрок выполнил за 48 ходов первого условия за эту же разу а второе за 91 и он получает соответственно 52 и 9 пишка в том что как бы второе условие оно последнее и получается что первый игрок завершил сценарий за 90 а второй этот же сценарий завершил за 91 то есть по идее как бы первый выиграл по общему количеству но чтобы более быть как бы точным в начислении вот этих очков победы мы смотрим на вот эти вот этапы то есть первый второй и получается что первый игрок получил всего 60 очков потому что он выполнил за 50 и 90 но ходов на 2 48 91 и получил 61 очко второй игрок чуть-чуть лучше выполнил и он победил вот то есть как бы общее количество ходов он на один ход больше затратил может быть там какой-то рандом но именно внутри он выполнил этапы быстрее и он побеждает вот как бы вот такая вот идея это касается пвс сценария теперь вот про пвп сценарий что это такое это когда нужно захватить столицу противника например скажем играет эклис да и крыса вот эти вот серые внизу с монахами которые риктус да кажется ну подожди с монахом нет не риктус это эти постелинс а вот да точно постелинс вот значит и два игрока воюют друг против друга понятно что у пистелинс начали но 50 процентов у них бонус к покупке вот и значит основная идея в том чтобы не сразу бежать и рашить столицу противника а нужно захватить любую прилегающую провинцию данном случае это берег вампиров вот то есть противник за пистелинс он должен захватить берег вампиров потому что у него в принципе в в эту вот в этом вот в этой расстановке у него преимущества он захватывает берег вампиров и приступает сначала захвату малых поселений вот как только он их захватит он сможет штурмовать тогда уже столицу но что может сделать теклис теклис может разбить свою армию на 2 более слабых и и второй армии обойти и захватить скажем верхний город на берегах вампиров в этом случае по условию вот этого нового сценария пистелинс должен остановить вторжение и вернуть контроль прилегающей территории обязательно контроль это значит издать указ провинции любой вот то есть он его задерживает в этот момент может там прийти скажем какой-то лизадмен напасть на пистелинс или еще что-то то есть его будут отвлекать то есть он сразу же не сможет заражить да и вампира тоже сложно будет убить ну да вот предположим он скажем вернул контроль снова приступает захвату малых поселений их тоже нужно держать как бы под контролем то есть их нужно захватить чтобы начать штурм столицы то есть если ты напал одним героем штурм стоят сделал как бы осаду топа опять-таки второй герой может просто прийти в свой город какой-то малого поселения захватить его тем самым он должен снять осаду вот это понятно то есть тут не получится одной армии сразу за rush вот после этого как игроки там кто-то выиграл кто-то проиграл они меняются также фракциями и повторяется и должны показать за меньшее количество ходов именно взять столицу там как бы нет таких промежуточных условий как пв е это в пв е кстати вот хотел уточним и в пв е там каждый игрок по отдельности играет или они вместе поделим и клан морс идет на 8 пиков а бордела идет захватывать скажем халиф мага а ну вот я вот про это хотел сказать они как бы внутри одной игры вдвоем как бы или нет игроки должны воевать за компьютера все бои отыгрывать вот в этом как бы вся прелесть игры то что тут уже сложнее потому что вот например за билигара можно взять 8 пиков за 40 ходов потому что эти вот духи они чизят тем что ты выдвигаешь их вперед и просто орки они как ну такие прям толпами просто на них агрятся и все отдали лучше их помогать и расстреливаешь и с игроком такой уже не прокатит тут надо что-то уже свое придумывать потому что тот обойдет окружит и просто же как бы числом задавит да так и есть звучит интересно достаточно тут тут надо привыкать людей просто чтобы это все играть и тестить в принципе так то рассуждать можно много это еще когда вот самый первый турнир по компании вообще делали вот первый раз вот по вихрю да там тоже вот вроде более-менее все расписали все правильно потом сыграли там тексики 3 4 5 хотелось бы узнать а кто-нибудь уже пробовал по твоим правилам играть да вот мы сейчас как бы играем тест вот и ну тут получается даже больше что новой идеи появляется то есть вот сейчас тут я нашел двух модеров они ищут возможность вот эти все правила за как бы мод нести чтобы на автоматом фиксировалась как-то фига себе это получится то принципе будет может быть тогда вообще супер вот есть еще вот сейчас такая идея например а там смотрите вот у каждой фракции еще есть ее особенности то есть если мы на переграем за гнома мы не воюем с гномами не можем войну объявлять также за бордела мы можем захватывать только с приемлемым климатом колонизировать поселение другие может только либо рушить либо грабить по типу как в первом вархаммере ну да то есть но ближе к лору то есть зачем там на равнении гномы там захватывать поселение империи грубо говоря но да логично то же самое сейчас же норска она же тоже не может захватывать города только прибрежные вот но тоже как бы самими разработчиками сделано но это лор но тем не менее 100 лишь вот еще есть такая идея на 1 скажем мы играем за били города вот он идет на 8 пиков вот и например он с каракозулом заключает конфедерацию в этом случае появляется цель печаль козадора то есть по лору когда козадор ушел в поход то воевода горфанг гнилобрюх он короче разорил его город и убил короче жену и здесь как бы игроку нужно будет найти этого горфанга и захватить черный утес чтобы освободить заложников и спасти свою семью я понял но тут такой вопрос а горфанг он вроде бы вообще рядом с зеленокожими стартует как бы он зачастую в начале этой игры умирает в принципе от них же вот в этом случае тогда ну то есть если его там как бы нет вообще на карте то черный утес это как бы первичная цель все равно становится а это он был а бонусные очки уже можно сказать как короче побочный квест грубо говоря это когда побочный просто начисляются конкретные очки например вот ты заключаешь оборонный союз фракции получаешь 5 очков вот если военные то уже и 5 а 10 5 не учитывается учитывать только 10 то есть здесь игроку дается как бы возможность самому выбирать когда вот вот эти вот как бы как сказать ну союзы вот эти делать плюс ход на котором он заключил он должен несет свой вес в том плане что если ты можешь например в начале сделать военный союз получить 10 очков а если он сделал скажем на ходу 20 а потом когда второй игрок играет за эту же расу и делает на 30 то он эти 10 очков уже не получает потому что тот сделал раньше то есть он как бы лучше получается то есть он больше на себя берет опасности что там тот может там войну в какую-то войти его втянуть или еще что то есть тут уже нельзя разрывать чтобы не потерять эти очки то есть вот так вот то есть она как бы вариативность создает игры то есть нужно по-разному и действовать вот у меня так бы все ну да ну звучит не звучит очень интересно действительно такого как бы еще никто из нас не делал и не догадывался ща поготь и метод попался против нормального игрока надо хоть что-то расконтролить в этой жизни так а еще вот что хотел добавить по поводу войск сейчас вот еще идея прорабатывается вот именно это для пвп сценария наем войск вот в последней редакции а по настольной версии они сделали так что если у человека скажи вот он берет армию на тысячу поинтов до 2 от 25 процентов от этой суммы 250 получается очков мы можем набирать общих кому спешил это уже на 50 то есть на 500 и на оставшиеся 250 мы набираем рад как это реализовать именно в игре сначала я думал что он может быть их ну мне предложили там на форуме креативов буржуи что нужно по тирам распределить но я все-таки как бы склонился к тому что именно стоимость юнита мультиплеере и она определяет его вес то есть что я сделал я взял фракцию всех ее юнитов отсортировал по стоимости по возрастанию получил общую сумму сейчас его в качестве примера приведу там бог но там бог кстати потому что у них за строение как бы все это дело но теперь смотрите вот мы сортировали их армия стоит значит их армия стоит 5 800 золотых у нас получилось что химрийский фингс нейросфинкс и хиро титан это рарные юниты то есть делится так 5 800 11000 и 5 800 то есть смотрите вот у нас юниты отсортированы мы начинаем самых дешевых это наших воинов скелетов да с мечами щитами которые стоят 325 начинаем суммировать сумму как только мы добегаем до 5 800 суммы мы останавливаемся и мы получаем наши комон юниты общие то есть их можно нанимать сколько угодно то есть но их должно быть в армии обязательно на сумму 5 9 сумму опять 800 тык должно быть обязательно то есть каждая армия не может состоять только там из самых крутых вот они должны обязательно а в нее попали например храмовая стража в том гуарды вот это пункта попала конница вот это в комон дальше уже с колесниц который обычно это уже у нас пошли спешил спешил заканчиваются у нас там там все вот это вот скорпионы потом вот это вот коробка которая можно именно покупать только через этот ритуал арсиллерии это станция тоже напомнил вот эти вот некрополиса ким и гигант вот этот вот скелет новый юник который стреляет лучник там да да вот он называется был он гигант настольная так он анира колоссов короче ну да все спешил у нас получается то есть мы их можем набрать на сумму 11700 и у меня соответственно в их цели есть калькулятор который ну ты можешь там как бы набрать посчитать что все посчитать да вот этот вот и стать такой хонга хонга нет что ли там все юниты вархаммера вот я связывался с его автором сейчас делать с ним веду переговоры по поводу того чтобы он сделал армии билдер вот для вархаммера настольного есть программы где ты можешь но по пашке посчитать очки посчитать да вот тут тоже самое я хочу чтобы это было как-то но в интерфейсе каком-то сделано вот чтоб не голове тоже держали и соответственно у нас получается что вот если химрианский вот этот сфинкс да у нас сумма 3600 да вот что мы можем сейчас подожди я закончила сейчас открою тут этот войска сейчас тоже ну чтоб наглядно это все было видно так химрийский боевой сфинкс за 1800 а сумма с тобой 5800 что мы можем взять можно взять например два этих сфинкса да ну да получается и одного какого-нибудь нейросфинкса или нейротитан то есть вот эти вот суммы они по сути и так уже лимитируют армию вот ну да не может пол 100 драконов здесь да да то есть тут уже не нужно писать только там грубо говоря 6 там этих димы грифов там и так далее то есть то что вот в мультиплеере пишут здесь это уже чисто математики все цифрами уже регулируется на автомате и соответственно ты можешь взять только на сумму 5800 вот этих вот остальное если тебе нужно будет армию одну как бы добирать если у тебя там спешил юнитов пока еще не построены ты можешь их добрать армию через комон через общих вот этих вот юнитов вот у меня вот есть excel файл я могу сейчас даже стать кстати тебе его выслать ты может ну давай не вопрос получается ты все все монстры в общем допустим там входит в лимиту до 5000 там камон всякие там копейщики там свой там какой-то лимит и так далее правильно там с артиллерии то же самое прочее и артиллерия она как бы набираешь ну то есть она артиллерия на самое интересное что вот в настольной артиллерии некоторое значится как равный юнит вот а здесь она как бы дешевая на пересвязь взять гномов до их болтомет попал в общий он стоит 550 а вот уже артиллерия которая стоит 700 вот это вот которая бросает камни она уже попала в спешил то есть ее то есть пешил это такие вот юниты они как бы ну можно сказать ядро армии такой элитное вот тут уже катапульт тоже многое как бы нельзя взять потому что там сумма уже у них одно ограниченное но фишка вот еще в чем что все фракции имеют разную стоимость вот например дверолюды 4 300 у них вся их армия стоит вот например у гномов 5000 вот а то есть видно что получается что будет именно дисбаланс в том чтобы ну как бы покупать то есть одни могут купить больше спешил чем другие из-за того что у них разные лимиты поэтому я сделал следующий я посчитал сумму всех армии фракций которые есть в игре и получил как бы число 5 400 и вот уже я это число 5 400 я уже делю пропорции 25 50 25 вот тем самым что даже если у тебя там скажем вот как у эльфа у эльфа у него вообще 6 600 у высшего эльфа армия вот у него например лимит на спешил 14000 это как бы не не очень правильно вот а так как у нас общий для всех армии 5 400 то у него уже 14000 падает там до 3 400 то есть на 3 400 как бы покупаешь ну в общем это нужно как бы все смотреть либо есть как бы другая такая смысл что вот у нас есть 12 400 мультиплеере до стандартная армия допустим на 12 400 мы ее делим три 100 6 200 300 и как бы применяем на все расы то есть соответственно огромное скажем стоимость юнита него содержание именно стоимость для они как бы туда вкладывали вот его вес и петину его полезность потому что вот в армии чем типа дороже тем он более полезно ну на самом деле это не всегда правда но в целом в общем ну да да ну еще тут как можете вы решить такую проблему что в принципе каждой фракции но они понятное дело разные и все вот эти вот типы юнитов у них в принципе тоже так скажем разный у них разная эффективность там допустим у тамбов там хреновая пехом там монстр хороших там у крыс там арта хорошим там хреновые другое я так понимаю я вы но в этой своей системе все но все фракции под одну гребенку все равно гребете как бы как ты думаешь это на балансе вообще как-то отразится или нет принципе это нужно смотреть но я просто вот например сравнивал скажем то сколько например можно то есть вот если взять например не чеков хаэта да и и вот этих вот у эльфов хардан это да вот эти вот то есть они как бы мечники они лучшие то есть один на один вот но с помощью вот этой системы она все-таки может как бы ограничены то есть они принципе не стоит там ты их больше не возьмешь чем да да то есть ты больше их не купишь как бы да вот в этом плане вот и вот эти ограничения они в целом на фракцию вообще работают или на одну армию только как бы ну на армию до который ты нанимаешь то есть у тебя 20 юнитов и соответственно исходя из этого вот тот файл который тебе передал там юниты покрашены зеленый синий и такой вот розовый вот розовый это рарный синий это спешил и зеленый это камон это сделано из на по армии буку вот как в армии буки они значатся вот и соответственно как они отсортированы то есть тут можно принципе сравнить вот вот это вот катапульта когтя вот этого чумного когтя да она конечно помечена как рарный ну тут вообще как бы в настольной версии там в основе катапульты как бы как считается как рарный а здесь это спешил у этих например на крыс то есть ее можно уже взять 4 штуки там не 5 вот но тут фишка в чем что чем больше ты берешь катапульт тем меньше ты сможешь взять как бы других и минусов вот тут надо от этого еще сходить уже нельзя там армию набрать из и шторм крыс например с катапультами уже не получится потому что тебе нужно в любом случае добавить этих общих юнитов которые поэтому да логично но это именно для вот я думаю такой как бы режим для pvp то что в пве из-за того что компьютер как бы массе ну не по вот этой вот как бы системе он соответственно и будет иметь преимущество и потому что игрок то будет играть за компьютера вот а там будет армия несбалансирована она конечно же будет уже это будет дисбаланс поэтому в пве там можно любые сетапы набирать какие хочет игру главное ему завершить цель ахтопа именно попробовать вот как-то так вот балансировать то есть просто еще меньше как бы пробовал потому что трудно найти людей в столе как-то больше получалось эти ну кстати странно на самом деле это же обычно разница там с первого взгляда разница то небольшая на самом деле большая я так понимаю то бишь всех много желающих людей просто развиваться и вот каждый там вроде вдвоем играете на друг другу при этом не мешать в том плане что ты не берешь там свою армию через пол карты не плывешь там блин этому оппоненту там страти как бы нормально и при этом ты вроде как играешь обычную компанию но при этом компьютер на поле боя не дегенерат ну и в принципе да то что компьютерный набирает компьютер набирает иногда на самом деле такие дебильные стопы что тут даже ограничения те сильно не помешают вот чем не вот после каких-то патча все-таки лучше орков черных берет по штук 8 в этом плане да конечно тяжелее в принципе с другой стороны если правила у всех одни да ну кому-то может меньше повезти допустим сидишь с бретонией там воюешь они с черными орками у бретонцев там из армии из конных йоминов за 400 на 70 ходу и это конечно не где вот эти вот черные орки они входят в равные юниты ну в элитный у орка вот там то есть заканчивается на этих кабанах они 1100 стоит и дальше 1150 гиганты и спайдеры вот эти три юнита они уже рарны то есть у тебя получается лимит всего 300 он стоит 1150 но ты максимум можешь там три взять они они восемь вот а компьютер берет 8 то есть он уже нарушает баланс ну да то есть против компьютера тут именно в сценарии нужно как бы массить того что есть на что денег хватает это да а сценарий кстати на сколько ходов там примерно вообще играю все как бы на 100 но вот у меня получалось там за 90 там где-то 112 вот я и проиграл на перзон грима там цель нужно убить вульфрика ну полору и разрушить его столицу это получил здесь особенно от ходов ну да с ним то проблематично там что-то делать а если подумать он не так далеко ну как бы да там через карту главное заключить союз с империей чтобы можно было пройти но там еще еще фишка в том что получается ты буквально на двух провинциях играешь ну вернее трех даже потому что там за него запрещены конфедерации с гномами ну это как сказать дает такой лорный скажем так простор у тебя не будет куча денег прям один по ходу он грима там идет и соответственно там развить надо думать как там провинции правильно развивать что делать как так и так далее так далее кого рядом убивать не убивать да там кстати очень совсем все по-другому получается и как-то вот оно прям вообще тут же изюминка вот реально изюминка достаточно такая классно да тут же еще и как бы когда ты захватываешь провинцию за это тоже тебе очки начисляются соответственно вот то есть тут чем быстрее захватил тем лучше плюс еще есть например такие цели как построить т3 т4 т5 за это тоже очки то есть ты можешь либо например сидеть развиваться получать очки либо там нападать захватывать как-то тоже почечки то есть тут разные варианты какой ты выберешь то есть уже будет зависеть твой результат а как очки вообще в целом подсчитывается уже надо на сотом ходу каком-то или или как вообще ну там же вот как бы все разбито на этап и вот ты закончил этап и вот от этого пула 100 очков вычитается то количество очков которые но ты затратил на выполнение вот и вот эта разница это тебе очки то есть самые первые цели за них больше если ты переваливаешь за 100 очков вот например я закончил на 112 я получаю минус 12 штрафные потому что я превысил то есть от общего то что я заработал до этого я вычитаю вот эти 12 очков получаю свои как вот у меня на канале как раз таки есть это вся математика она расписана в дискорде там очки не только они бывают то есть очки победы это когда они положительные и очки поражения когда отрицательные то есть когда например ты закончил какую-то цель ну то есть но больше чем 100 очков и соответственно я тебя понял а цели вообще как они мониторятся ты выполнил что ты делаешь сейф там не за его отправляешь я думаю самый простой вариант это в чате человек пишет ну твой оппонент пишет на первую выполнил условия 1 он делает скриншот и на свиншоте видно например что там провинция захвачена да нормально вот и ну тогда день плохая действительно пупу пучок все у тебя такое спросить что-то хотел но я забыл я в целом действительно не в целом очень интересно звучит действительно просто энтузиасты нужны чтобы это все то есть да и да и все так тут нет кажется перспективы достаточно неплохие с точки зрения что это ну я не знаю насчет там competitive составляющим это интересно как уж точно это факт это уже прям просто алоры выполнить цель это уже просто интересно да ну да да тут даже как бы жульниче смысл нет потому что выше играете как не на корову и соответственно ради фана ну да ради фана ну то надо будет как-нибудь попробую сейчас еще кстати новое дело же выйдет 8 ноября думаешь с ним что делать уже когда там же посмотришь там вот например за эту бретонию же добавят от этого вампира который он там будет поближе теперь находиться как-то города лет перенесут у гномов по-другому издавать много острова это же новые будут походы для бретонцев ну да ну да простора будет принципе много очень даже я вот нужно пример час за каркасон думаю и у них значит как первая цель это взять вот этот вот скавинов город а вторая убить центру потому что по лору сетра он делал на бретонию набеги вот то есть надо столицу с этого и уничтожить стартовая локация его и самого сетра вот это у каркасона это сложновато достаточно хардова сейчас крысы они прям напрямую с каркасоном воюют прям то есть ну через гору считай конечно а кстати а вот фракции которые в режиме орды играют для них какие-то особенности вкусности есть в общем принципе в режиме чего а в любом из двух ну вард в орде ну то бишь хаос там и зверолюды сейчас врать две фракции только который в режиме орды перемещаются играют за зверолюдов вот можно который в каркасу не появляется идет например до этого бориса хитрого но у хаоса уничтожить наверное период альдор разрушить то есть там тоже как бы достаточно просто у империи например за карл франца объединить империю там за кого-нибудь скажем мага окончить с вампирами то есть тут можно придумать достаточно быстро у бретонии если за лианкура играть то можно объединить бретонию и соответственно уничтожить какие прибрежные города морский ну там там можно много чего придумать на самом деле к лордже достаточно обширные все достаточно много с кем воюют я думаю наверное даже те сценарий которые у тебя есть они в дальнейшем может быть пополняться даже будет так почему нет там например тот же фолькмор мрачный может уже есть и на самом деле за фолькмор мрачный вот он земли сильвании катал разваливал пытался там фан карштайнов убивать у него к правда ничего не вышло все в таком духе звучит действительно интересно слушать спасибо за интервью все дела поделись люди заходить читали буду обновлять вот а с ноября я уже собираюсь как бы делать стримы чтобы народ смотрел с тобой его тоже можно сделать чтобы они смотрели на тебя и за мою сторону чтобы ну как бы так интересно это обычно в стримах с одной стороны как бы человек играет а его напарник там где-то не видно что он делает приходится ждать не очень захватывающий да согласен согласен ну что ж будем следить тогда за твоим проектом что ж не за ждем тогда окончания чемпионата россии выхода новых дел с я думаю по крайней мере я точно попробую твое творение твою идею вот ну спасибо большое что рассказал ну и за то что вообще задался такой целью сделать что-то для комьюнити это действительно достойно уважения потому что контент мейкеров вообще каких-то идейных людей по тотал вару по вахе не так уж много так же спасибо и тебе спасибо что идеи распространяешь среди масса ладно ну все давай пока до новых встреч ребят пока всем пока